Всем привет! Стартовало наше долгожданное автопутешествие на Алтай. Мы едем вместе с шинами Виати. Нам предстоит проехать более 7000 километров. По пути мы будем заезжать в разные города, тестировать шины, автомобили, продукты, туристическую дорожную инфраструктуру и рассказывать об этом всем на своих площадках в социальных сетях. Ищите нас по хэштегу ТРАЛТАЙ. В Нижегородской области пробки. Дорога не широкая, ее ремонтируют. И поэтому закрывают то одну полосу, то другую. Вот мы сейчас постояли минут 20. И едем, едем, едем. У нас речь какие оранжевые камазики, красивые почти как у нас. Интересно, насколько километр продлился. В Казань мы приехали уже вечером. Увидели город в офигенно красивой подсветке. В Казани мы заночевали в небольшом артеле Альтаир, на тематической улице Аэропортовская. Самое главное здесь для нас. Есть хорошая парковка, номера, чай, кофе. Привет! Готовы ехать? Да, ехать. Отлично. В Казань. Мы в Казани, да. Казанский Кремль, один из самых красивых в России. И, конечно, жемчужина, это мечеть. Самый красивый вид на Казань открывается в смотровой площадке, расположенной на территории Кремля. Смотри, какая красота, простор. Ну, кстати, вот еще один лайфхак. Сейчас мы в навигаторе искали памятник Ту-144 и не нашли. Причем Яндекс.Карты обнаруживают этот объект совершенно запросто и тоже строят к нему маршрут. Наверное, это не доработка Яндекса, я считаю. На территории Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева установлена одна из дошедших до наших дней сохранившихся машин Ту-144. Легендарный сверхзвуковой пассажирский самолет. Первый в мире. Ту-144 – это советский сверхзвуковой пассажирский самолет, вершина инженерной мысли 20 века, поведительственной авиации. Первый раз он поднялся в воздух 31 декабря 1968 года. Через 50 лет после этого полета вот в этом самолете откроется интерактивный музей. Пользуясь случаем, зашел под нищие самолета. Размеры, конечно, колоссальные у него. Второй же покрасили. Вот если посмотреть внутри, тут, конечно, не очень красиво. На Ту-144 видны инверсионные следы самолетов. То есть его молодые братья летают, а он, легенда, навечно прикован к земле.